Сервис бронирования RAND4Event.com Всем добрый вечер, зовут меня Максим, и я постараюсь рассказать вам о сервисе бронирования RAND4Event. Идея проекта довольно проста, это почасовое бронирование различных площадок от мероприятий. С какой проблемой столкнулся я лично, а я из чего все началось. В прошлый день закончился сезон уличного баскетбола, я попробовал найти себе зал для продолжения игры. И столкнулся с тем, что эту информацию в принципе в Юанэте найти практически невозможно. Есть какие-то довольно узкие группы ВКонтакте, Фейсбуке. Но помимо того, что нет центральной базы по баскетболу, нет еще инструмента присоединиться к чьей-то команде. Поиграть начал бать шире, есть ли такой сервис для других каких-то площадок. Это футбольные поля, теннисные корни и так далее. Столкнулся с тем, что отчасти реализовано, отчасти нет, но централизованного сервиса нет. Начал ковать еще глубже. То есть помещение типа данного актового зала. Есть списки, предоставляемые различными сервисами в виде статических картинок. Там, где сдается, но нет инструмента, когда и что там будет проводиться и как его забронить. Решение, собственно говоря, этот сервис создать, централизировать, сделать простой инструмент онлайн-просмотра и бронирования. И, собственно говоря, сделать возможность создавать какие-то общие ивенты и присоединяться к чужих. На текущий момент готов прототип. То есть мы довели прототип до возможности внесения всей информации и частично ее информацию внесли. Начали переговоры с владельцами. Довели прототип до уровня возможности оплатить и забронировать. Связь с владельцами пока в полуброчном режиме, естественно, после брони. Это звонок. На главной странице можно выбрать по различным направлениям различные места для бронирования. Пока мы начали покрывать только такие. В тестовом режиме ввесли самостоятельно около чуть более 500 объектов. Около 50 объектов прозвонили. Возможность, собственно, для этого объекта забронировать и видеть уже там существующие какие-то пробелы или не пробелы. Внутренние какие-то резервы. Планы по развитию у нас на текущий год это, собственно говоря, создание мобильного приложения. То есть сайт на сегодняшний день работает на мобильном телефоне, можно посмотреть, да, там резиновый дизайн. Но нет мобильного приложения, которое там для ряда функций нужно. Проверка, собственно говоря, самой модели, потому что есть ряд ниш, в которых мы еще не уверены, будет там работать, собственно говоря, по часовой обронированию или нет. Довольно широкий рынок, который мы пытаемся захватить, придется проверить ряд моделей. В спорте, возможно, это будет работать в бане, возможно, не будет работать в актовых залах, может быть, ну и так далее. На рынке есть конкуренты, есть конкуренты локальные, есть конкуренты глобальные. Но основное кардинальное отличие всех конкурентов в том, что они не сосредоточены на какой-то довольно узкой нишевой специализации. То есть это либо аренда футбольных полей, либо это просто список актовых залов, и они очень сильно привязаны к географическому положению. На сегодняшний день я не нашел никакого глобального сервиса, ни на европейском рынке, ни на американском рынке, который покрывал бы там минимум пару стран, не только одно, а вот КДП. Преимущество, ну, в общем-то, мне кажется, своевременный выход, да, потому что такого сервиса на текущий момент нет. Мы взяли не узкую направленность, взяли специально широкую направленность, узким мы сделали только почасовое бронирование и ивенты. В общем-то, и все. Большим чем бы там особо планировать не собираешься делать. На текущий момент в команде 7 человек, часть разработчиков, часть менеджеров, 3 разработчиков, которые в той или иной степени постоянно это девелопают. Я и часть разработчиков проверяем модели, связываемся там с клиентами, общаемся, выясняем их потребности. Рынок, ну, соображение по тому, как получился там цифры в этом рынке, да, можно будет посмотреть, там есть ссылка, там, по этой ссылке экзекист кустамари, все предположения, насколько он велик, они, в общем-то, там изложены. То есть, ну, я отталкивался от предположения, сколько различных объектов, там, гос назначения на улице и так далее, приходится там на тысячу человек населения, ну, и, в общем-то, там, аштабировано на различные 30 секунд. На сегодняшний день в собственных инвестициях привлечено 12 тысяч, мы ищем от 45 до 90 тысяч инвестиций, соответственно, от 9 до 18 процентов. Основная доля это на проверку моделей и доработка мобильного приложения развития сервиса. Мы участвуем в сервисе Киев Social Urban Startup, это глобальная инициатива киевских властей, ну, не только властей, да, которые сейчас продвигают социализацию, там, смарт-сити, социализацию городской среды. Кому будет интересно, заходите, лайкайте. Вот, справа на, собственно говоря, QR-код текущего помещения, кому будет интересно, владельцам помещения, обратить на это внимание, попробовать, как это работает, собственно говоря, можно быть, с мобильного телефона. А с левой стороны то решение, которое мы будем продвигать на Киев Social Urban Startup, это для общественных объектов, это как решить проблему загруженности, там, какого-то баскетбольной или футбольной поляне, которая никому не придет, ну, на улице, условно, находится. Ну, в общем, минутка самопиара закончена, давайте попробую ответить на вопрос. Отлично. Кто первый рискнет? Хорошо. Ну, в чем ваше конкретное преимущество, как бы, ваш проект очень легко скопировать? Любой проект легко скопировать. В чем преимущество вашего? Преимущество, а своевременный выход, диша, которая на сегодняшний день никем не занята. Любой проект, который сегодня был представлен, скопировать ровно и легко, как и. Преимущество. Преимущество, можно сказать, в скорости. Ну, в скорости, ну, тут, как бы, надо понимать, в скорости, если сейчас запустят 10 аналогичных стартапов, да, в разных странах, то преимущество будет в скорости, собственно говоря, потому что его запустили там раньше. Вот, наверное, и все. Поисковые запросы анализировали? Мы с нее начинаем. Она самая развитая и самая большая и емкая, наверное, сегодняшний день. Там будет намного проще и легче это сделать, чем начать с актовых залов, например. Ну, или там, спай. Хорошо. Монетизация только от арендов? Три волны монетизации. Первое, это от брони, то есть это процент, там, ну... Пока рассматриваем, пока 10% от брони, то есть люди зашли на сервис, люди все время забронировали, заплатили нам 10% комиссии. Наш полцентр связался с владельцами, ну, зала какого-то, там, неважно, договорился, проверил эту информацию и предоставил ответ владельцу. А оплаты будут разные, потому что у госучреждений каких-то институтов это безналичная оплата. У кого-то у бани локально это будет наличие, ну, и так далее. То есть это уже второй вопрос. Вторая волна монетизации, это арендная оплата самого места за, там, отсутствие бронирования. Ну, а эта волна, возможно, только уже при большом наличии пользователей, соответственно, она не на первую. Ну, и третья, всем известная, эта реклама, она у нас самая последняя девочка стала. Ну, видимо, все довольны. Всем спасибо за внимание.